Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад приветствовать участников Московского финансового форума. В этом году он проходит в онлайн-формате. Уверен, что вне зависимости от коронавируса такая форма общения будет встречаться все чаще. Цифровые технологии стремительно меняют нашу жизнь. Электронные сервисы конкурируют с нецифровыми услугами и во многих случаях начинают побеждать. Для мировой экономики этот год стал одним из самых сложных за последние десятилетия. Спад был вызван двойным шоком. Как со стороны предложения из-за ограничений и временных разрывов производственных связей, так и со стороны спроса из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, сокращение трудовых доходов и снижение потребительской уверенности. Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего, благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства, и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора. Правительство оперативно приняло ряд мер, которые позволили поддержать бизнес, снизить его издержки в этот непростой период. Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. Организовано представление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также системообразующим предприятиям. Реализуются меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей. Третий месяц подряд, после существенного снижения в апреле, восстанавливается потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности. Стабильной остается и ситуация на рынке труда. Уверен, что вопросы экономической политики в новых реалиях и возобновления роста станут сегодня предметом интересной дискуссии. У российского правительства сейчас есть четкие ориентиры, как двигаться дальше, где важно сосредоточить основные усилия. Президент определил национальные цели развития на ближайшие 10 лет. Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов, в том числе на основе соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы. Также мы планируем перезапустить институты развития, больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений. Для дальнейшего улучшения делового климата будут усовершенствованы институт банкротства и корпоративное управление. Например, собрание акционеров можно будет проводить в режиме онлайн. Появится единое цифровое пространство в строительстве. И, конечно, правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу. Что важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей. Коллеги, уверен, благодаря нашим совместным усилиям все эти планы будут успешно реализованы. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником – Днём финансиста. Всех, кто работает на финансовых рынках и управляет эффективностью расходов. Желаю участникам Московского финансового форума успешной работы.